Здесь висят метательные ножи. Сейчас Владимир Сергеевич расскажет немножечко, буквально вкратце, что там, кто чего из себя представляет. Первый удар. Слева направо. Второй, это Саша Сальникова нож. Я, честно говоря, не помню уже как. Второй, Малый Осетр. Это третий уже, да? То есть третий. По-моему, четвертый нож. Росоружие. Пятый, Мангуст. Шестой, Лидер. Какой-то лидер интересный, заполированный. Это я специально заказ делал. А, заказ. Вот этот вот с дырочками, это что? А это тоже Казанский завод делает. Ну, тоже типа Мангуст. Потом опять Малый Осетр. А, нет, сначала Лидер там идет какой-то надписью. Сталкер. А, это, наверное, Саша Морозов подарил. Он на своих ножах любит надписи писать. Сталкер. Так, а дальше опять Осетр идет, блестящий. Вот, интересный. А, ой. Ой-ой-ой. Ну, фейл. Это святое дело. Ну, это мы вырежем. Ох ты. Это два клинка сразу. Да, цирковые заказывали. Но я им сразу сказал, что, ребята, он у вас не пойдет. Вот, они в цирке применяли его. То есть, и действительно не пошел? Не пошел. Сделали совсем другие. Тонкие. Он прямо в зубы вставлял вот так. Ох ты, шеек, ломану. Ну, это надо зубы хорошо иметь. Вот, для молодых, то и то опасно. А я-то, наверное, своими зубами-то точно. У меня одни пломбы там уже остались. О! Это Женя Лебедев тоже придумал скат. Ага. Тут уже, как вот я видел? С эксцентриком. С эксцентриком, да. Но мне не пошли в серию. Почему? Потому что они мне не интересны. Они всегда стыкаются. То есть, это так называемый нож со смещенным центром тяжести? Да. Это Тадышко-Касьяновый нож. Можно поподробнее немножко его показать? Вот именно ручку. Ага. Вот он просто. Простая ручка. Интересно. Это его второе, как бы. То есть, это что-то вот я такое вот не видел, поэтому я заинтересовался. У него чуть-чуть другой был. Автор Тадышко-Касьянов. Тадышко-Касьянов. Тоже знаменитый, кстати, метатель. Еще в 80-м году был фильм. Пираты Кореи. 20-го века. И его смотрели все по 40-м. Я забрал Боцмана. Да, 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 да. А это расческа. С пластиковым таким вот тыкалкой. Кстати, тоже можно воткнуть. Это еще как. Это горец Титовский. Горец. Это, честно говоря, не полторит. Четчий этот самый. Это то что? Это Сальников. Сальников? Да, подарил мне на день рождения. Это какой-то эксклюзивный. Смотри, кованный, что ли? Ну, не кованный, просто обдирается и все. Вот этот. А, ну это мои любимые Осетры 2. Ну, не совсем Осетр-то. А, нет, это не Осетры, не Осетры. Это Миша Седышева. Это Седышева. Вот он, ручка чуть-чуть другая. Он любит ручки переделывать. А так все то же самое, да. Так тоже самое. Да, 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 да. Лезвие 1 в 1. Я и спутал из-за этого. Тут Вектор, что ли? Похож, по крайней мере. Нет. Это тоже Осетр, но таких очень почти нет. Это Пашихин делал. Они все выпущены, по-моему, с толстого. Мне кажется, что он даже толще 6 миллиметров. Толщик, конечно. Вот и вес такой за 300 уже. Интересно, да. И заточка такая своеобразная. Я туда его тогда положу. Сейчас, 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 завесим. А, завесим? О, мы сейчас даже сразу и завесим. 330 грамм, если не видно. Вот он лежит, красавица. 303, за это очень тяжело. Это что-то всего вообще. Это ограниченный тираж. Семерка, толщина. Светер 2. Если не 8. Ну, на глаз-то 7 вроде. Нет, 8. 8 не знаю. Это чей глаз? На мой. Ну, я тебе сейчас его... Ну, я тебе сейчас его... Ну, я просто это... Как плохой, нормальный. Там 8. Ну, спорить не буду. Просто мне покоро 107. Там штенгер. Так, а это что? Это деревянный какой-то. Здесь даже света больше может быть. Это деревянный нож. Я даже и не знаю, что он сделан. А, бамбуковый. Бамбуковый. Бамбуковый нож. Вот это да. Плетеный кожей. А это что? Не успел снять так. Да, много деревянных. То есть, они... С какой целью делать эти деревянные, наверное? Для тренировок, для каких-то там? Ну, наверное. Татарский курбан-байрон. Вот эту вот насечку ни одна фирма в мире не делает. Только Казань. Ух ты! Это какая-то она выпукла тут еще. А есть 65 лет победы есть. Так, нож так и называется победа. С таким же тиснением. Интересно. Вот я взял в руки палочку, казалось бы, да? А тут какая-то штучка. Это оказалось, что это тренировочный бой. Она как бы не совсем такая травмоопасная. Да, да, да. Не травмоопасная. Ну, так сказать, след на теле оставляет. То есть, это для тренировка? Да, тренировочный, показатель того, что он, как бы, было соприкосновение с противником. То есть, не отвертишься, короче, от этого. Да. Если он тарапуз... Ну, кто-то краской, кто-то там фломастерой, там, кто-то еще. А тут уже посерьезнее, это же, как бы, человек почувствует на себе, что как бы... И звук, если по твердой одежде, то звук будет такой. А, еще и звук. Ну, да. Здесь хорошо судить такие поединки. Да, да. Ай, ай! Меня шокером бьют тигре этой штукой. Я с тебя этой стороной. Я напугался. Я с тебя этой стороной. Хорошо, матом не ругнулся, значит, можно... Не только в России, но и в Израиле получаешь популярность. А, кстати, израильские издания на русском, да? Да, есть на русском, есть на английском, еще у меня есть экземпляр. Вот я немножко покрупнее, не знаю, как будет видно. Вот Арбек Альбекович. Это у нас знаменитый... Коневский. Да, знаток из сериала Культова. Тут мелко, я не вижу, кто. Тут какие-то соревнования. Тут тоже... А, вот и Наиле Ахмаду тут стоит, и еще кто-то. Это кто-то тут еще стоит. Не видно. Это все целая статья. Тут еще две полки. А, вот. Три полки ножей. Можно посмотреть? О! Вот это да! Одни сплошные ножи. Ну, то есть, вот Милиджанян. Можно еще раз? Милиджанян? Арсен Георгиевич. О! Елой пол! Я даже не успел среагировать. Не ожидал, что так получится. Ну вот, порез, да. И если двумя руками, то это очень мощно. Даже не очень сильный человек может сильно прорезать таким образом. Одной этой рукой вряд ли так сделаешь. То есть, если только сильный... Это самый излюбленный его приемник. Конечно. А это уже... Это уже нож-лопата. Причем заточенный как бритва. Он ее метать, и рубить, и копать. Все действия какие-то можно. Вот она. Сейчас полетит, я так предполагаю. Не останавливаю камеру специально, чтобы драйв не потерять. Так... Ой, а звук-то какой! Меня аж отбросило от страха. Звук шикарный просто. Я не знаю, как на камере запишется. Звук просто супер. Вот она пришла. Ну, собственно говоря, тут все понятно со всеми. Сейчас я немножко хватаю. Можно и на мишку пойти. Сейчас я посильнее его пущу. А? Звук какой прям аж. Фух, как красиво. Ну все, понятно. Тут, как говорится, лапки кверху. Без вариантов, да. Без вариантов. Ты же на ногу уронишь уже? Отрубить может. Ух, жуткая штука. Вот, всякие. Еще вот, которые мы начинали еще давно. Крыс. Сальниковский. Сашки Сальникова ножи. Многие вот это, что мы сейчас показываем ножи. Этими начинали мы. Да. Многие ножи из тех, что вот тут показано на видео и на фотографии, это все раритеты в единственном экземпляре, которых сейчас уже нет и не найти и не будет. По 15 лет им. Да, и по 15 лет ножам, и уже тех людей, кто делал, уже некоторых и нет. Так что вот так. Ага, вот это сейчас интересно, что-то я так предполагаю будет. Хлеб очень рыхлый. Сыр, да, это будет. Давайте сыр. Ломается. Да, хлеб-то вообще прям в руках. Ооо. Да, лопаточкой. Отлично. Как идем, свиньем? Ага. Слушай. Тяпочка такая. Многосторонняя. Да, Казань, что-то не очень. Ну, ну, рубить-рубить. Вот я у Кирюхи, у Куслякова сидел на даче. Это, вишня такая вот. Ну, все зажухло. Что-то сделал, сел, сидел. Одна все равно не нужна. Бум-бум. Ага. Фактически топор. Заточенный инструктором. Ну, для того, чтобы копать, еще никто не покупал. Ну, если копать, что-то такое. А, вот, еще копать. А, еще и вот такая. Это еще копалка, в общем-то. Вот это уже, да. Проверенное время. Разработка еще Первой мировой войны. Ну, а я им газовый, газовый баллончик. Вот самая эффективная вещь. Ни ножей, ни чего. На пять метров. И никто не придерется. Да, на пять метров. У меня один ученик применил на Красной Пресне. И как? Из машины в машину. Ух ты ж. И чего там? Поехал спокойно, а тут еще стоял. Ага. Значит, сработало. Прямо из кабины в кабину туда его. Ну, такой обнаглевший. Ну, бывает всякая, да. А я подкладывал даже под заднее колесо. Вся у четверки. Когда надо было сдвинуться с места. Ненормальная вещь. Нет, а у меня просто, у меня же переднепереводная кешка. И я, это самое, здесь был в прокуратуре генеральной. В этом, районной. И там бордюрчик такой, снежный. И все остальное за льдом. Я шипов на резину, а все равно не могу преодолеть. Ни разгона, ничего. Смотрю, все сидят в жипах. Злорадствуют. Ну, у меня же лопата есть. И начинал. Пять ударов под одним колесом. Прямо до асфальта. Боялся только резину не повредить. Пять ударов под другим колесом. Лед. Спокойно выехал. Как они среагировали? Вот так вот, да. То есть тут утолщение. А видишь, они сделали вот где утолщение. Оно должно быть даже подальше. Вот здесь вот где-то должно быть. А не вот максимальная толщина. Оно должно быть вот здесь. А как правильно эта штучка называется? Ну, тоже сюрекин. Боль сюрекин. Боль сюрекин. Ну, они... Можно попробовать как-то на 10? Они просто... Ой, лёгкие какие. Лёгенькие вообще. Да, смотри, как втыкаются в них. Я думаю, они потяжелее немножко. Прямо как гвоздички. О! Другие уже. Обоюду острый, да? Ну, это он круглый, я смотрю. Это фирменный, да. А, фирменный. Да, японский. Все, воткнулась. Тын-тын-тын. Оп, хорошо сидит. Фух. Слушай, а что он так встрел-то? Так. Ага. Да, они злобненько входят. Проникающие там очень хорошие. Четырёхгранчики. Ага. Вот я видел, что его есть, вот это, вот это. Вот немножко на руки. Сей прекрасный цветок из металла. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. И весной... Опаньки. Вот она красавица. И вырос цветок из металла. Без усилий. По своим весам. Но он... Издалека, издалека вообще полетеный. Да, да, да. Саша показывал, у него уже этих розок несколько штук. Я пробовал, что-то они как-то мне... Это так... Очень необычное ощущение, когда их тыкаешь. И тяжелый такой, длинный. Здесь можно как колоколами. Двумя можно как колоколами, извини. Офигеть! Аж по ушам прямо вообще круто! Причем разный тон по разным углам. И этот тоже так звучит. Когда я мешаю... Это, по-моему, самодельный кованый. А где их делали? Там какая-то артель написана, где разберешься. То есть это не современный, я так понимаю? Ну, вообще-то в советское время. А, советское, да? Вот сколько тут интересных штук. Просто не сочетать. Я не знаю, у меня флешка-то хватит или нет. Как и мне удается. Ну, конечно, блядь. Как и вчера приехал. КОНЕЦ